Друзья, всем привет! Ни для кого не секрет, что Россия сейчас переживает пик автотуризма и небольших серийных жилых автоприцепов появляется все больше и больше. Часть, конечно, решений заимствуется с западных аналогов, что-то подстраивается и придумывается с чистого листа в зависимости от наших дорожных и климатических условий, но и гаражные кулибины у нас тоже никуда не делись. И с одним из таких мастеров-самодельщиков мы познакомимся сегодня. Слава, привет! Привет! Привет, YouTube! Со Славой мы познакомились в прошлом году на фестивале русские дороги, куда он приехал еще просто на автомобиль с палаткой. А в этом году мы уже вместе путешествуем по Беларуси и у Славы готов свой собственный небольшой прицеп капля. Слав, ну что, давай, наверное, начнем с того, что покажешь его. Давай, с чего начнем? Ну, давай начнем, наверное, с передней части. Посмотрим, что у тебя здесь. Впереди у нас рундук, в котором мы перевозим туалет, душ-палатка. Здесь же у нас находится аккумулятор на 100 ампер часов. Какой аккумулятор, скажи сразу? Литий-железо-фосфатный. Вот здесь же у нас стоит отопитель и зарядное устройство DC-DC, которое заряжает этот аккумулятор во время движения автомобиля. Очень правильный рундук, большой, и в нем устанавливается биотуалет. Это, наверное, самое правильное решение, чтобы не возить его в автомобиле. Да, это самое главное и самое нужное на стоянке вещь. Слава, что по базе прицепа? Ну, база прицепа, за базу прицепа взят прицеп платформа GTS trailer. Вот. Но остальное уже дорабатывали сами рессоры. Ставили колеса, которые 16-е, чтобы они были совместимы с автомобилем. Вот, чтобы меньше возить запасок. Вот. Доработались ноги. Для чего эти упоры, скажи, пожалуйста? Ну, эти упоры, чтобы не опрокидывались. Во время стоянки длительной. Вот. Ну, крылья доработали, свои крылья поставили алюминиевые, чтобы можно было даже залезть наверх, посмотреть, чего там как. То есть, оно не гнется. Ничего, все нормально. У Славы очень интересное исполнение кухонного отсека. Покажи, пожалуйста. Здесь не большая столешница во всю ширину, как на многих прицепах капли. Столешница здесь имеет сокращенный размер. И в правой части установлены различные полочки. Слава, расскажи по функционалу, что как здесь, что для чего. Начнем снизу. Здесь у нас стоит холодильник. Слушай, большой холодильник. На сколько литров? 40 литров холодильник. Компрессорный, правильно? Компрессорный холодильник. Охлаждает до минус 20. Смотрите, как интересно выполнен столик. То есть, с одной стороны, это функциональная крышка, которая закрывает доступ к холодильнику. А с другой стороны, здесь можно что-то приготовить, порезать. Даже порезать. Ну, как бы, плиту даже поставить. И все это будет нормально, функционально. Довольно-таки устойчиво. Ну да, слушай, облокачиваешься ты серьезно. Да, здесь у нас транспортное отделение для плиты. То есть, у нас плита здесь ездит, не прыгает, не скотчет. То есть, специально предусмотрели место под нее. Да, это для плиты. Вот. Здесь, ну, просто полочка. Здесь полка для сыпучих небольшие объемы. Такие вот. Здесь уже большие объемы. Сахар. Ага, высокий от сия. Да. Вот. Туда можно поставить даже полторашку с водой. Достаточно высокие там объемы. Здесь у нас все хозяйственное. То есть, всякая мелочевка, которая нужна в повседневной жизни. Угу. Кастрюли, посуда, полотенца все здесь помещаются, да? Кастрюли здесь. Ага. И прочее разное. Ну вот, кастрюли у нас находятся здесь. Большой выдвижной ящик. Да. Здесь у нас вот специи, там, поварюшки, ложки, плошки, поварюшки. А подожди, смотри, а там еще какой-то у тебя отсек для вилок, наверное? А, ну да. Ага. Хитро спрятанный. Да-да-да, очень интересно. Так, отлично. Дальше идем. Вот такой интересный отсек посередине с наклейками и зеркалом. Что за ним? Здесь у нас наша электрическая часть. Ух ты. Вот. Слушай, какая грамотная разводка. Что у нас? Что здесь к чему? Какие-то автоматы, я даже смотрю, большие стоят. Это у нас 220. Полностью разводка на 220. Все остальное. Вот это у нас 12-ти вольтовая разводка. Это у нас в планах. Это датчик уровня воды. Это кнопки все у нас к крану. Вот. Здесь у нас показывают уровень заряда батареи и расход батареи. Аккумуляторный. Мультифункциональный компьютер, да? У тебя даже размыкатель массы стоит большой, такой серьезный. Ну, как бы да, должно быть. Случай бывает всякий. Экстренно открыли. Отщелкнули и все. Ни пожаров, ничего, чтобы не случалось. Под раковиной у нас установлен бак для воды. Сейчас пока переносной на 30 литров. Вообще в планах поставить большего объема под самим прицепом. Но это, наверное, более правильное решение, да? Да, я считаю, что так заправился и поехал. Большой объем предполагает дальние дороги в автономном режиме. С этой стороны у нас практически все то же самое, что и с той. Вот, есть только розетка 220 для наружного подключения на кемпинге. Вот, сделали ступенечку для того, чтобы забираться внутрь было удобно, потому что он высокий, у нас супруга маленькая. Сколько дорожный просвет? Я не мерил, наверное, миллиметров 350-400. Ну что, пригласишь нас к себе в гости, посмотрим, что там. Давайте, заходите. К гостям мы всегда рады. У вас достаточно большой внутренний отсек получился. Какая высота, Слав? Ну, габаритные размеры у нас здесь. Метр девяносто пять на метр сорок пять и метр пятьдесят у нас в высоту. Супруга ходит почти в полный рост. Матрас у вас так интересно сделан. Это какое-то готовое решение? Да, это, в принципе, было готовое решение. Мы просто его адаптировали под свой прицеп. Матрас заказывали в интернет-магазине. Он трехсекционный. И раскладывается полностью весь в ровный пол. Ну, то есть, фактически в непогоду здесь можно как на домашнем диване на нем сидеть, да? Да, можно как на домашнем диванчике сидеть. Столик поставили, кофеек попивать. На плиточке все это газовое разогревать элементарно. В задней части жилого отсека у нас находятся ящики, вещевые ящики. Тут постельное одеяло. Вот здесь личные вещи. Вот одежда. Здесь внизу у нас еще один ящик. Но сейчас не видно его под большие вещи. То есть, он сообщается с кухонным отсеком, да? Ну, он практически не сообщается. Там только холодильник в него заходит с одной стороны и все. В передней части у нас сделали вешалку специально для того, чтобы можно было посушить вещи. Так как внизу у нас находятся сопла отопителя. Прямо здесь, да? Да. Даже вещи, если немножко волгые какие-то, на улице непогода, можно их повесить и направить сюда отопитель. И они просыхают. В принципе, мы уже этим пользовались. Вот здесь рундук, в который можно положить не только обувь, но и все прочие разные разности. Ну, и здесь такая небольшая полочка специально для обуви для супруги. Слушай, а почему вы не стали делать внешние рундуки, вот как вот делают? Или ящики, как у фисташки под низом? Вы знаете, Сергей, а мы их сделали. Мы только не успели их поставить. То есть, это вопрос времени, да? Да, Сереж, да. Они уже практически сварены, готовы. И мы не успели немножко их в кучу собрать перед вот этой большой поездкой. Я думаю, к следующей поездке я их сделаю, поставлю на место. Так, наверху у нас полочка для личных вещей. Вот здесь блок управления отопителем. Какой отопитель установили? Китайский. Китайский, да? Китайский, да. Тут крючочки у нас вот такие вот. Очень удобные. Слушай, а вот эти вот кронштейны для крепления, это для чего? Вот так, оригинально реализовано. То же самое. Чтобы можно было... Вещи, допустим, пришел с города, чтобы они не мялись, на плечики повешал сюда. Хлоп, красота и порядок. Слава, вот у тебя на крыше нет солнечных панелей, потому что вот это достаточно стандартное решение для прицепов капель. Почему у вас их нет? Панели у нас есть, они у нас переносные. Мы их держим, мы их перевозим в автомобили с собой. Ну, на всякий случай, мало ли. Всякие непредвиденные обстоятельства. Вообще нам хватает зарядного устройства DC-DC, чтобы аккумулятор в прицепе заряжался во время движения. Вот. Ну, на случай длительной стоянки, они у нас всегда с собой. То есть, всегда с собой. Даже вот здесь короткие стоянки, они у нас с собой. Пусть будут. Ну, и в принципе, с такой панелью намного удобнее. Ее всегда можно по солнцу ориентировать. Да, да. Что мы и делали как раз в Самаре. Мы их испытали, как они работают. Какой мощности они? 100-ваттные. 100-ваттные, да? 100-ваттные, да. Слав, слушай, ну а почему ты выбрал именно такой формат прицепа, прицеп капля и, самое главное, откуда черпал идеи по его строительству? Ну, все идеи, это, конечно, Ютуб. Первым делом Ютуб. Ну, и оттуда же... Идея-то родилась у меня, конечно, от сына. Сын нас заразил, он тоже сейчас строит себе прицеп. Ну, там по-своему он строит. Мы решили вот именно так пойти. Насмотрелись на Егора, фисташки-трейлер. Первое оттуда попалось, как он это делал. Сама технология. Ну, вот оттуда. Потом мурзики, ребята из Германии, они тоже свой прицеп строили. Большой прицеп. Вот поэтому мы его тоже сделали не в обычный размер стандартной фанеры, метр двадцать два, а сделали полтора метра. Наростили, чтобы был простор, чтобы воздуха было много. Мало ли что, а вдруг внучка с нами поедет или внук там, чтобы было. Основной сделан у нас фанера. Фанера влагостойкая. Опять-таки, исходя из экологичности, все-таки дерево, оно и есть дерево. Фанера, а наружное покрытие, что здесь? Ну, во-первых, фанера защищена стеклоткань с эпоксидной смолой, а поверх антивандальное покрытие Армакс. Это аналог раптора, но наш уже российский. Крепко, довольно-таки крепко. Даже если какие-то царапины появляются, просто феном подогрел, все царапины уходят. Почему оранжевый цвет? Яркий на дороге, рыжий, солнечный. Ну, солнце, оно всегда в дороге нам нужно. Крыша прицепа выполнена из алюкобонда. Вот, ну, посчитали, что так будет удобнее, лучше и легче. Само жилое помещение утеплено сверху. Вот, 40 миллиметров экстрадированного пенопласта. Поэтому в нем, как в термосе, даже при сильной жаре в нем довольно-таки прохладно. Вот, снизу тоже полутепленный, тоже 40 миллиметров. Это не дает отпотеванию. То есть, сырости в самом прицепе в жилом помещении нет. То есть, с конденсатом вы ни разу не сталкивались? Было дело. Было? Да, один раз. Когда мы закрыли все... Самый первый раз, когда мы закрыли все вентиляционные отверстия, легли спать. Утром проснулись на стенах конденсат, а так нет. То есть, конденсат, это именно из-за недостатка вентиляции, правильно? Да, 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 да. Как технологически выглядит процесс сборки капли? Вот расскажи мне, как человеку, который своими руками прицеп не строил, а предпочел купить готовый, с чего все начинается? Как делается чертеж? Как делаются лекала? Лекала? Делается, ну, просто чертеж делается. От него уже размеры выставляешь на месте, на листе. Все, отчерчиваешь прямо на фанере. В данном случае мы делали прямо все это на фанере. То есть, разложили лист фанеры. Вот, основное прикинули форму. Низковато. Приставили еще. Вот так, да, так хорошо. Как дверь будет? Ну, вот такая. Ну, карандашом накидали. Ну, да, вот нормально. Все, уже тогда в чертеж дальше обрисовали. Все, только так. Ну, а распил фанеры, получается, вы заказывали или пилили все сами? Нет, все сами делали. Все сами? Лобзик и все. Ну, как это правильно назвать? Подручные инструменты, какие только возможно. Какие инструменты используются? Вообще, основные инструменты это лобзик, шлифмашина ленточная, шлифмашина вибрационная. Вот, где-то просто ручной рубанок, потому что электрический рубанок, он грубо работает. Вот, где-то что-то мелко подправить. Все, вот основное. Ну, шуруповерт, это уже от него уже вообще никуда. Без него никуда. Так, а потом, получается, фанера, она изнутри покрыта лаком или чем-то она обработана еще дополнительно? Только лак. Только лак, да? Только лак, да. На два слоя мы прошли все лаком, яхтным лаком, как бы влагозащищенный он считается. Ну, поэтому... Сколько уходит листов фанеры вот на такой достаточно большой прицеп? Она же у нас разной толщины идет, там, 24-я, 20-я, 12-я, 10-я, 6-я и 4-я. Ну, вот, четверки только у нас ушло 4 листа. Два листа, три листа, вру, 24-й, вот, лист двадцатки и шестерка, наверное, лист большой. Мы большие листы брали, лист, который 2,44 на метр 22 и десятки также лист ушел. По фурнитуре расскажи, пожалуйста, где бралась фурнитура, какая, мебельная или кемперная? Фурнитура бралась вся кемперная, вот, подсматривалось все это, опять-таки, в ютубе у ребят. Вот, все это заказывалось в Китае, все кнопки, все шарниры, шарниры сюда, шарниры сюда, вот. Это у нас ВАЗ-2111. Упоры для задней двери, я так понимаю, да? Да, 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 упоры для задней двери. Что-то делалось своими руками, вот, вот, вот эти вот, чтобы не использовать обычные шайбы, делались такие пластины, чтобы древесину не прижимать, вот. Алюминий, конечно, заказывался уже здесь, вернее, покупался в магазине здесь у нас в России. Вот, а остальное все просто руки, 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 руки. Обратите внимание, как выполнена герметизация кухонного отсека, то есть она по, я так понимаю, Слав, по автомобильной технологии, да? Да, да, да. Специально с водоотводами, чтобы вода уходила, ни в коем случае никуда не заливалась. И уплотнитель автомобильный. Автомобильный от Волги. Вот, а желоб вода в одной, он идет полностью по всему периметру, вот, и выходит наружу. Слив идет уже мимо. Сколько времени уходит на постройку такого прицепа? У нас ушло ровно год. Вот, с русских дорог в Казани и до русских дорог в Самаре. На русские дороги в Самаре мы уже приехали на своем прицепе. Пусть он был с небольшими недоделками, которые мы делали прямо там, на фестивале что-то доделывали. Но вот год примерно. Ну и сейчас продолжаем все равно все это делать. Это что-то захотелось новенькое, это нужно поделать. То есть, все в процессе. Но вот это год, это прямо каждый день или как это выглядит? Да, это почти каждый день было, но после работы, 2-3 часа после работы, ежедневно, выходные уходили практически полностью. Ну, естественно, с отвлечением на хозяйственные работы дома. Ну, то есть, вы прямо вдвоем с супругой? Да, мы вдвоем с супругой. То есть, и она мне помогала. Где-то своими идеями, где-то руками и красила, и шлифовала. Она также все со мной делала. Ничего себе. Слушай, расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии? Откуда вообще растут такие золотые руки? Ну, наверное, как раз из золотых мест нашей России. Мы из Златоуста, и я оружейник, работаю на предприятии. Вот. Ну, вот, наверное, оттуда. Ну, и как бы от родителей осталось. Отец учил работать руками. И наши ветераны, трудовики в школах. Сейчас, не знаю, раньше учили. Хорошо. Как работать надо правильно, с инструментом. Наверное, один из самых главных вопросов, Слав. Сколько стоит построить прицеп своими руками? Мы, как следует, считали до 500 тысяч. Но это со всеми нашими хотелками. Вот сейчас у нас еще добавляются. Это и крылья добавляются. И ерундуки добавляются. То есть, деньги все равно растут. Ну, на сегодняшний момент где-то 650 у нас уже вышло. Поэтому я очень часто в комментариях под нашими роликами слышу фразу, что, ну, откуда такая цена? Что это можно все построить за 250 тысяч максимум? То есть, нет такого? Нет. Ну, я могу сказать, ну, пусть попробуют построить за 250 со всеми своими хотелками. То есть, сюда же у нас входит алюминий, алюминий он дорогой, холодильник здесь, крылья, то есть, ну, все, в общем, оно набирается. Аккумулятор, да, дорогой. Холодильник, да, дорогой. Дометиковский зарядное DC-DC, да, дорогое, там, порядка 14-15 тысяч, а без него никуда. Когда панели берешь, опять-таки, это где-то 1012, это сотка, причем, брать, если 150, это еще будет дороже. То есть, оно вот, оно вот со всего накапливается. Я не говорю, что вот просто чисто коробку поставить там за 500 тысяч. Коробка, она может быть и дешевле будет. Со всеми самыми, как это сказать правильно, не топовыми, а китовыми, что ли, вот так вот сказать. Базовыми, базовыми, да, всеми комплектующими, там, 13-е колеса, там, пластиковые эти, вот такие болтающиеся крылья, вот, без упоров, безо всего. Ну, это может быть, да, тогда выйдет денег. Ну, и то вряд ли в 250, потому что, ну, материалы сейчас сильно подорожали, очень сильно подорожали. Что с весом? Какой в итоге получился вес у прицепа? Он же все-таки достаточно высокий. Да, вес пустой, пустой, он весит 550, вот, и если его полностью загрузить, то где-то 60-680 килограмм. Тормоза дополнительно устанавливали или нет? Нет, зачем? Он у нас до 750 килограмм проходит нормально. Ну, а как автопоезд тормозит при этом, нормально? А мы не гоняем, мы соблюдаем правила дорожного движения. Вот, это очень верно, и всем это советуем. Но на самом деле, вот, по территории Беларуси, например, мы здесь вообще ездили в строгом соблюдении. 70 с небольшим километров в час, чтобы не вызывать к себе, не привлекать дополнительного внимания. В России пока еще, слава богу, не научились камеры штрафовать по номерам прицепов. Хотя говорят, что уже такое тоже приближается, да. Поэтому напоминаем, что автомобиль с прицепом на трассе должен двигаться со скоростью 70 километров в час и только 90 на автомагистрали. Слав, где вы уже за этот год успели побывать с прицепом? Сколько он вообще у вас проехал? Расскажи, пожалуйста, об этом. Так, ну, первая поездка это была... Были русские дороги в Самаре. Вот, это 770 в один край. Вот, потом мы съездили на Бажовский фестиваль. Ну, это немного, там, 180 в один край получается. Ну, и вот сейчас поездка по Белоруссии. Сейчас мы уже накрутили почти около 4 тысяч. Ну, и вообще какие-то технические неполадки, какие-то вот сложности в процессе эксплуатации возникли? Нет, пока ничего не было тут, вот мы, не дай бог. Вот, пока он ведет себя очень хорошо, достойно. На дороге стоит ровно. Прям, машина практически его не чувствует. Но у тебя дизельный двигатель, надо сказать. Да, да, двигатель дизельный. Тянет хорошо и, в общем-то, я доволен. Доволен именно вот этим форматом путешествий. И, хоть у нас их и немного, но, в принципе, да, нас устраивает пока все. Слава, спасибо тебе огромное за такой подробный рассказ. Вот, честно говоря, Вячеслав с супругой Мариной для нас является прямо вот образцом того, что никогда не нужно останавливаться. Да, вот вчера мы в Минске. Какой там девиз был написан на древом километре? Дорога – это жизнь. Via est vita. Все верно, дорога – это жизнь. Слава, удачи в путешествиях. Еще раз спасибо.